Девушки отдыхают 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 Двушки отдыхают 5 6 второй ряд вяжем в каждую петельку вводим крючок и вывязываем из нее по 2 столбика без накида то есть делаем прибавление в каждую петлю предыдущего ряда у нас должно быть получится 12 столбиков без накида итак в первую петельку провязываем 1 2 в следующую 3 4 в следующую 5 6 в следующую петлю 7 8 в следующую петлю 9 10 и последняя петля в нее тоже вяжем 2 столбика и это у нас 11 и 12 вот у нас такой получился кружочек и далее мы будем вязать 3 ряда вот у нас 3 4 и 5 ряды всего 3 ряда по 12 столбикам в ряду получится 36 столбиков без накида мы должны будем с вами связать по кругу то есть каждый столбик будем вязать по одному столбику и продолжаем 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 и вяжем всего 36 столбиков провязываем провязали 3 4 и 5 ряды 3 ряда по кругу 36 столбиков без накида и теперь немного наполним ягодку чтобы она была не очень плотной но и не мягкой все еще зависит с какой вы пряжи вяжете ягодку если ягодка у вас вяжется из плотной нити то сама тогда и ягодка уже будет плотной если из мягкой то тогда нужно мне кажется больше наполнять ее как выглядит виноград я думаю все вы знаете поэтому наполняйте так чтобы он был похож на настоящий и так вы немного наполнили и теперь будем вот это вот отверстие закрывать каким образом мы будем провязывать по 2 столбика без накида вместе подхватываем петельку предыдущего ряда и следующую затем провязываем их вместе так мы сделали убавление так же поступаем и с последующими петлями 1 2 и вместе 3 3 убавление 4 5 убавление здесь можно еще немного дополнить кому кажется что не дополнена ягодка кому кажется что не дополнена ягодка и видим что ягодка не заполнена поэтому продолжаем еще убавление до закрытия отверстия и здесь можно через петельку либо обрезать ниточку и стянуть иголочкой обрезать ниточку вовнутрь ягодки так еще один раз и будет достаточно спрятана нить можно дальше обрезать можно дальше обрезать она нам уже не нужна чтоб не торчало и вот такая ягодка получилась здесь не совсем аккуратно немного наполнитель вот такие ягодки это вот из винограда красного и приблизительно у меня ягодок этих получается где-то 40 ну я люблю число 44 40 мне нравится там уже смотрите как 46 какие больше вам приближенные числа нравится я сказала приблизительное количество ягод сколько получается если вязать крючком 2 миллиметра и такой толщины нити который подходит к такому же крючку красную ягодку теперь давайте свяжем зелененькую ягодку она немного только отличается поэтому будет совсем несложно тоже так же нам понадобится крючок 2 миллиметра наполнитель и ножнички провязываем вначале начальную закрепительную петлю затем вяжем 2 воздушные петли и в первую петлю от крючка или в первую воздушную вяжем 6 без накида прибавок вот у нас 1 2 3 4 5 6 в следующий ряд также провязываем 6 столбиков без прибавок в каждую петлю вяжем по одному столбику без накида вяжем по одному в следующую петлю 2 в следующую петлю 3 в следующую петлю 4 в следующую петлю петлю 5 и следующую петлю 6 будем вязать прибавки каждую петельку будем вязать по 2 столбика без накида у нас толщина 12 столбиков первый столбик предыдущего ряда вязать сюда прибавление 1 2 в следующую петлю 3 4 в следующую петлю 5 6 в следующую петлю 7 8 в следующую петлю 9 10 и еще одна петелька у нас 11 и 12 и так у нас теперь 12 столбиков в круговом ряду ниточка обрезала чтобы она не мешала вот что у нас получается такая уже вырисуется ягодка и далее 4 будем ряда вязать без прибавлений по кругу вот у нас 4 5 6 7 ряды всего 4 умножаем на 12 так как у нас круговом ряду 12 столбиков и получается нужно будет вязать по кругу 48 столбиков без накида по кругу и теперь нужно немного заготовку ягодки наполнить наполнителем так как он высовывается неудобно вязать петельки и обязательно нужно тоже поучаствовать в вязании столбиков так я немного так наполнила чтоб не мешал и теперь мы будем закрывать наше отверстие так как мы и вязали с вами красненькую ягодку будем вязать по 2 столбика вместе то есть убавлять подхватываем 1 и 2 столбики и провязываем их вместе следующие также провязали вместе потихоньку наше отверстие закрывается дополняем наполнителем если это необходимо и снова умножаем и снова умножаем и когда отверстие уже закрыто обрезаем нить прячем ниточку вовнутрь наполнитель у меня выходит из отверстий промежутков между столбиками и в этой грозде также приблизительно 40 ягодок теперь нам осталось рассмотреть как эти ягодки собираются давайте посмотрим какой нам удобнее собирать давайте наверно будем красный собирать так как там более получается виднее как это все делается потому что здесь я уже скручивала не так заметно как здесь видите такая вот длинная у меня получается такая вот веточка и на ней как бы нанизаны вот такие вот ягодки но они вяжутся вот одна сюда одна сюда и вот так потом процессе они все равно поворачиваются так и когда будете собирать веточку то вы уже выложите вот я связала одну длинную вот такую сложила ее пополам практически да вот или посмотрела как я захотела чтобы она у меня висела вот здесь по длине я получила здесь покороче а затем еще привязала еще одну веточку вот этих получилось вот три только одну я связала более длинную а вторую покороче ну а собираются они одинаково если вдруг какой-то промежуток у вас будет получаться что пустой я думаю здесь можно всегда привязать какую-нибудь еще из ягодок так давайте посмотрим как мы как вернее я собирала я вам покажу вот здесь беру крючок потоньше 1 и 5 и ниточка у меня также потоньше вот у меня ниточка можно даже еще тоньше взять так как будет вязаться цепочка из воздушных петель и по ней провязываются соединительные петли провязываем вначале начальную закрепительную петлю и далее будем вязать цепочку необходимой нам длины я сейчас покажу какой длинная цепочка у меня связана потому что если честно я не меряло я просто сделала это приблизительно так как вам лучше это все таки показать чтобы вы уже знали приблизительно длину ну вот учитывая что на пони еще прошлись столбики соединительные то прибавим еще сантиметров пять ну вот здесь у меня двадцать пять получилось ну где то еще допустим ну где то сантиметров тридцать должна у нас быть цепочка из воздушных петель и так у меня связана цепочка 30 сантиметров и теперь можно присоединять ягодки это вот у меня вот эта длинная веточка берем ягодку и вот у нас здесь начало вязание ягодки а здесь мы уже закрыли отверстие это здесь конец вязания сюда мы вводим крючок и вот так таким образом эту ягодку цепляем на веточку далее провязываем по цепочке соединительными петлями вязание 2 можно 3 ну я думаю тем гуще тем она интереснее будет смотреться веточка затем вяжем три воздушные петли 1 2 3 берем следующую ягодку также смотрим здесь у нас начало здесь у нас конец связания ягодки, цепляем верхушку и присоединяем возвращаемся по цепочке соединительными петлями и ввиду того, что нам веточка не нужна сильно толстенькая, вот поэтому мы и вяжем крючком меньшего размера снова набираем 3 воздушные петли и прикрепляем следующую ягодку поворачиваем и провязываем соединительными петлями по цепочке вот что у нас получается вот такие уже 3 ягодки у нас привязаны здесь можно провязать немного по самой длинной цепочке 1 2 и снова продолжать вязать в сторону ягодки вот посмотрите как они уже смотрятся еще раз смотрим как они смотрятся в готовом виде вот начальные петли ну а затем небольшое расстояние между вот этими веточками, которые отходят на ягодку и продолжаем вот здесь снова пошли соединительные петли и 2 2 здесь по-моему 2 даже воздушные петельки и вот так далее, 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 далее затем эту цепочку еще раз повторюсь мы уже с ягодками мы вот так вот делаем ягодки складываем у нас получается одна повыше другая пониже и отдельно свяжем еще небольшую веточку, которую затем присоединим вот там где мы сложили первую веточку я очень надеюсь, что я понятно вам объяснила всего не покажешь еще очень долго эти навязывать ягодки вместе сам процесс, я думаю, будет вам понятен ну а затем листочки, которые у нас уже с вами связаны мы присоединяем к самой грозди ну а затем уже кому понравились идеи картины в объемном 3d можете сделать картинки кому понравились красивые кибаны то что выглядит вот корзинки висящие на стене тоже очень интересный вариант можно его использовать можно просто просто положить именно саму корзинку на уходном столе будет очень красиво смотреться я надеюсь вам все уже понятно я желаю вам красивых веточек и грозди и грозди вредней винограда а у меня сейчас пахнет там варю компот из винограда я наполнена полностью все этим запахом пойду попробую правда он еще горячий не стыкший но все равно он должен быть вкусным потому что виноград это виноград это грибоза это очень полезный продукт единственное что его нельзя много употреблять в пределах но это уже совсем любая история сейчас мы с вами вяжем красоту и на этом я с вами прощаюсь и очень очень надеюсь на скорую встречу до свидания всего вам доброго до свидания